Перед выбором, кто он такой. Он Руфь или он Орфа? Да, друзья мои, ну вот каждому из вас по последней мысли и мы заканчиваем наш эфир. Да, с вашего позволения, да. Братья, вы знаете, говоря о христианском антисемитизме, себя я отношу к христианам-сионистам. И такое мессианское движение в православии, мессианское возрождение в православии. Я даже себе здесь вешаю, у меня здесь хорубь православная, талис у меня здесь, талит. И, в общем-то, для меня еще все в процессе формирования. Я вижу, что для православия это огромное благословение, вот как раз именно возвращение к корням. И вообще для христианства в целом. Вот, но сегодняшняя вот эта демонизация Талмуда, Каббалы, это как раз вот для меня тоже очень важная тема. Потому что, когда на уровне богословий идеология антисемитизм, это одна беда. Но мы знаем, что чаще всего этим начинают пользоваться политики. И есть политический заказ, определенный политический заказ. И в наших странах, вот на постсоветском пространстве он существует. И при том очень ярко выраженный. Я вот много общаюсь с разными пастырями, с разными служителями. В основном протестантами. Потому что с православными традиционными мне очень трудно общаться. Открыто, легально. Только лишь с некоторыми я могу общаться и то шифруюсь. Вот, значит, потому что, чтобы их не подставлять, просто-напросто, братьев. Вот, с протестантами я общаюсь очень хорошо. И, допустим, в России многие пастыри, епископы, пятидесятники, харизматически особенно, да, лидеры, они в приватных беседах таких признавались, что вызывая их в органы, вот ФСБшники, допустим, да, значит, чекисты, общаясь с ними, так мягко, а порой и не очень мягко, порой в ультимативной форме, допустим, настаивали на том, чтобы не пелись еврейские песни, чтобы убрали кипы, чтобы убрали шафары, чтобы все, что напоминало флаг Израиля, чтобы убрали. Это, я говорю про большие церкви, тысячные церкви, которые до недавнего времени практиковали, допустим, еврейские песни, пели у себя, значит, и шафар шафарили, значит, да, был у них шафар. А теперь они убрали это. Почему? Чтобы, ну, объясняли так, что сейчас время немного другое, сейчас, как бы, надо с этим поосторожнее с еврейством, сейчас очень напряженная политическая ситуация в стране, очень нестабильно, поэтому это события последних лет вот этих. И, к сожалению, многие служители протестантские пошли вот на поводу, отказавшись от этого. Тем более, что вот эта антимессианская такая направленность и декларации, всевозможные послания, и проповеди различных очень служителей, вольно-невольно они исполняют заказ чехистов, заказ, значит, ФСБ, заказ, значит, политический заказ. Потому что сегодня, не только сегодня, вообще еще с начала 90-х нам это говорилось, православным священнослужителем, тогда я был еще традиционным священником, что нам суждено освободить Крым, взять Крым, потом Константинополь, а потом Иерусалим. И что Иерусалим это исконно русская земля, православная земля, церковная земля, вот, и что значит, что евреи там лишь просто, они как бы по недоразумению, но не против евреев там шла речь, а против иудеев именно. То есть, евреи, как люди, могут жить запросто там, в Израиле, в Иерусалиме нет проблем, но сами иудеи, чтобы они даже там носа не казали. Вот, значит, и идея была такая, что знамение будет освобождение, когда Крым снова будет российским, а потом война будет неизбежная с Турцией, или же, ну, прямо или косвенно, но заберем Константинополь. Храм Святой Софии будет снова православным храмом, а потом Иерусалим. И вот, что России суждено освободить мир от Антихриста. То есть, от иудаизма, от каббализма, от талмудизма, от всего, что, значит, для тысяч православных священнослужителей ассоциируется как раз с Антихристом, с царством Антихриста. Вот, значит, и это было выражено еще в той самой книге «Россия перед вторым пришествием», но, а также в сотнях разных других изданиях, которые многие до сих пор продаются, хотя порой они запрещаются к продажам, значит, из-за ярко выраженного такого фашизма, фашистского духа такого, да, антисемитизма. Но в любом, в фактическом храме я делал такие даже проверки, контрольные закупки делал такие. Приходил в храм, и я видел, что этих книг некоторых нету, которые раньше продавались, антисемитские книги. Но, то есть, на витрине их нету. Но я к матушкам подходил, значит, и говорю, а вот есть ли у вас, вот, допустим, Сергей Нилуса что-то? Я, матушке обычно, раз, зырк, зырк, есть, есть, батюшка, есть, есть, для своих есть. То есть, среди своих распространяются вот эти издания, которые ярко разжигают как раз эту ненависть. И тогда, значит, в начале 90-х, когда священнослужители, значит, Брянской области, Московской области собирались вместе, и я присутствовал при этих собраниях, говорилось о необходимости патриотического воспитания молодежи и прочее, но в конце всегда утверждала, что для чего это патриотическое воспитание молодежи? Для создания так называемой русской православной армии, которая освободит мир от антихриста, будет воевать с Израилем и объединим весь арабский мир. Да, получается, да. То есть, когда в 96-м я все это стал через Писание пересматривать, я удивился. То есть, говорится все это только как бы с другой колокольни, совершенно с другой колокольни говорится. Поэтому, я думаю, сегодня вот даже этот эфир имеет действительно благородную такую задачу, разоблачение вот этой лжи, потому что завтра многие могут стать христиане просто пушечным мясом, действительно, да, значит, антихриста реально. Вот, и, ну а что, со своей стороны, я благоставляю всех слушателей, всех зрителей. Вот, спасибо огромное, Олег, Максим, спасибо, братья, вот, люблю вас, вы классные вообще. Я время от времени посматриваю и Олега, и Максима просто посматриваю, да. Интересуюсь новостями мессианского служения. Самых ведущих еретиков. Так я ж тоже еретик, тоже, да. Вот собрались, да? Собрались, да, эфир еретиков, да. Спасибо, Сергей. Максим, что ли? В заключение. Коротко совсем, да. Тема антисемитизма, я, честно сказать, не питаю особых иллюзий, да, что нам получится разобраться с этой, в большинстве случаев, скорее всего, этот эфир, единственное, что может сделать по-настоящему, это, во-первых, утвердить ли их людей, которые хотя бы чуть-чуть понимают, в чем проблема, и дать им ясность понимания и познания сути вопроса, да, этого антисемитизма. Может быть, заставить задуматься о тех людей, которые не избрали свою позицию. Но в целом, я хочу сказать, что рано или поздно всему христианству, всему христианству без исключений, я так верю и вижу, придется делать выбор. Да. Христианство с Израилем или против Израиля. Да. Это, это, этот выбор глобальный. Понять, что либо церковь, это привитая ветвь на древо Авраама, либо это отдельное растение. И вот церковь, которая изберет участь быть отдельным растением, ее участь не завидна. А та часть, которая поймет, что Ешуа Машех, он Машех Израиля, он придет в Израиль, в Иерусалая, он помазан царем над Сионом. Когда мы понимаем эти все серьезные вещи, то мы должны понять, что царство, которое он проповедовал, царство, это царство Израиля. Да. И если хотите, это сионизм в таком самом ключевом смысле этого слова. Христианство в исходной своей интерпретации, это сионизм. Это идея о том, что Иерусалим станет центром мира. Да. И когда мы говорим о тысячелетнем царстве Машеха, мы именно об этом и говорим, простите. Мы говорим о том, что Ешуа придет и будет царство в Иерушалайме, и весь мир поколится, и Иерушалайм будет центром. Поэтому выбор, я, конечно, я накидываю специально мысли, я понимаю, что некоторых они могут раздражать. Но для чего я это делаю? Просто каждый, вот Олег упомянул, Руб и Орф. И на мой взгляд, это прекрасный пример. Церковь должна определиться. Одна часть церкви, она вдруг скажет, поймет, и это глубоко, и это станет частью ее сущностного исповедания веры. Что твой народ, это мой народ, и твой Бог, это мой Бог. Она обратится к Израилю. А вторая часть, она по РФ, да, Орфа, да, этим загривком развернется к Израилю и пойдет к народу своему и к богам своим. Понимаете? И вот это вот разделение, вот это вот... Тут не получится занять нейтральную позицию. Конфликт вокруг Израиля в будущем, о чем упомянул Олег, он станет настолько острым, что каждый должен будет определиться. Ты да, с нами или нет, ты с нами, да? И все. И это ключевая вещь. Почему мы говорим об антисемитизме? Потому что есть опасность, что некоторые, как уже тоже на мной было сказано, просто станут пушечным мясом в войне Гога и Магога. Обманутые, думающие, что в Израиле сидит антихрист, думающие, что с антихристом надо разбираться методом военного вторжения, они станут мясом в политических играх. Для того, чтобы этого не произошло, да, мы говорим, продолжаем. Любовь к Израилю. Да, вы понимаете, что... Это ключевая вещь. Мир меняется. Что? В окончании, братья, хочу поблагодарить вас за хорошую беседу. Мне было приятно иметь общение с вами и иметь возможность вместе с вами высказаться по поводу тех проблем, которые есть, теологических антисемитизм. Очень надеюсь, очень надеюсь, что людей, которые говорят об этом, которые начнут шевелить эту тему и доносить ее ясно и понятно, не только в контексте, что антисемитизм – это кто хочет убить евреев. А именно, что вот идея антисемитизма именно в ненависти ко всему еврейскому наследию. И вот эта ненависть ко всему еврейскому наследию, вот этот антиоховский антисемитизм очень хочет поверить, что с Божьей помощью он идет из церкви точно так же, как, собственно, и Амадовский. Сейчас очень мало, наверное, в церкви людей, которые желали бы убить евреев всех поголовно, да? Практически, наверное, я же говорю, это скорее досадное недоразумение, если такие есть. Но антиоховский ханукальный, да, антисемитизм, он по-прежнему глубоко-глубоко сидит, даже, к сожалению, в некоторых, как выяснилось, в мессианских мурахах. Да. Мы как бы отошли от теории замещения, но у нас теория замещения, она у нас перекочевала, она у нас перекочевала в учение презрения, понимаешь, или как бы в учение противопоставления, то есть Новый Завет противоставляется Ветхому, противопоставление, благодать противопоставляется Закону, Церковь противопоставляется Израилу. То есть мы должны перейти от учения презрения, учения уважения. И мы должны принять тот факт, что мы не можем указывать Богу, кого любить и как любить. Да. Вот. Я, который живу в Израиле уже почти 30 лет, могу сказать, что евреи также переживают Бога на них, христиане. То есть в иудаизме происходят те же самые чудеса исцеления, освобождения и покаяния. Люди бросают и наркотики, алкоголизм. И все происходит одинаково, потому что Бог один. Вот как христиане ничего не знают о иудеях, поэтому демонизируют. Также многие иудеи ничего не знают о христианах и тоже им не знают о христиане. Я думаю, что мы шагнули в эпоху просвещения, когда мы должны узнать, конечно, друг друга поближе. Вот. И мы должны презирать людей, которые презренно развивают вот эти вот, ну, как вам сказать, вот эти вот темы, манипуляции и вот эти вот красивые темы, в которых выкручиваются и подстраиваются под себя определенные догмы. Вот. Поэтому в завершении, друзья мои, спасибо вам, Сергей. Огромное спасибо. Да, спасибо. Мы согласны на 100%, что и православная церковь. То есть мы верим, что будет остаток. Вот этот остаток, он очень важен, понимаешь? И в православии есть остаток, и в католизме есть остаток. Да, да. В народе иудейском есть остаток. В общем, есть вот этот вот контингент, который сегодня очень важен. Поэтому нам нужно идти на сближение. Я думаю, что первый камушек мы сегодня могли заложить. Да. Вот. У меня много хороших друзей иудеев, которых я мог бы подключить к нашему эфиру, которые могли бы дать свои независимые оценки. Хочу напомнить вам, что как раз к этой теме в четверг в 7 часов вечера у нас на группе Бэйд Митраж в фейсбуке у нас будет Леви Шептовицкий. Я пригласил его. Леви Шептовицкий является доктором, доктором иврита. В общем, он очень глубокий исследователь и действительно глубочайший специалист по библейскому языку, специалист по иудаизму, об этих науках. У него есть своя школа, свой Бэйд Митраж. Он преподает и в университетах, и так, и даже состоит, по-моему, в одной из судебных палат в Израиль. У него длинный перечень. Мы знакомы с ним, и я попросил его, чтобы в четверг вечером, в 7 часов вечера, он дал определенную тему у нас на группе Бэйд Митраж о понимании еврейского мировоззрения. Потому что моя задача это развеивать вот это вот невежество. Надо будет подключиться. Я тоже объявлю себя в церкви, чтобы люди подключались тоже, да? Да, да. Он очень глубокий и очень простой человек. Вот. И я очень уважаю его и действительно почитаю его за одного из величайших мыслителей именно еврейской мысли, философии и так далее. Поэтому много чего интересного нам еще стоит отходить. Еврейский мир был закрыт на протяжении последних двух тысяч лет от христианского зрителя. И только вот сейчас, только вот сейчас наступает время, когда мы можем открыть для себя действительно глубочайший кладезь вот этого вот сокровища еврейского, которое может помочь и созидать наше богоискание. Поэтому, друзья мои, огромное вам спасибо. Вот. Мы будем, конечно же, с вами на связи. Всем зрителям, которые смотрели нас и подключались к нам. Огромное спасибо. У нас было почти 240 человек в эфире. Около 900 человек входили и выходили. Может быть. Но я думаю, что эта передача или этот эфир будет иметь наиважнейшее значение и в дальнейшем. Друзья мои, благодарю вас. Да, этот эфир будет в 7 часов по Иерусалиму. Да. Я читаю комментарии. Уже на... Отвечать на комментарии мы уже не можем. У нас уже нет времени. Поэтому, друзья мои, я с вами прощаюсь. Спасибо вам. Спасибо, что присоединились. Я надеюсь, не последний раз. Шалом. Так что... Шалом всем и благословений всем вам. Шалом и благословений. Так. Субтитры сделал DimaTorzok